Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о начальном, самом важном и самом, может быть, дискуссионном периоде в русской истории, связанном с восстановлением русского государства как такового. А эта проблема, как известно, связана с призванием варягов. Варяги или викинги, или норманы, это все три совершенно равнозначных слова, разного происхождения. Ну, скажем, викинги – наиболее широко распространенный термин скандинавского происхождения. Так называли раннесредневековых мореходов, совершавших морские походы от севера Европы вплоть до севера Африки и Каспийского моря. В основе своем это были язычники, свободные крестьяне, современных Швеции, Дании, Норвегии, которые оставляли родину ради переселения или легкой наживы. Шведские викинги, как правило, путешествовали на восток и фигурировали в древнерусских и византийских летписях. Вот как раз такие под именем варягов. Так что шведские викинги, вот в славянском понимании, в греческом – это варяги. Норвежские и датские викинги двигались в основном в Европу, на запад, и там они известны по латинским источникам под именем норманов. Как я уже сказала, перевод этих терминов довольно идентичен. Но если уж говорить о самом таком распространенном термине викинг, то это, вероятно, производная от норвежского человек из фьорда, то есть из залива. Вот на первом слайде мы как раз и хотим показать вам один из памятников, установленных в Скандинавии древним мореходам, торговцам и разбойникам. Вот видите, как раз человека, взирающего на Тронхеймский залив. Действительно, в основном это были, или запомнились, по крайней мере, люди как разбойники, которые действовали в прибрежных водах, прячась в укромных бухтах и заливах. В настоящее время у историков есть еще один вариант происхождения этого термина. От древненорвежского слова «вик», что значит покидать, удаляться, уезжать далеко. В основном, действительно, у этих людей часто домом был корабль, а настоящего дома даже как бы и не было. В славянских языках суффикс «инг» переходит очень часто в суффикс «есть», то есть «князь», «колодець». И поэтому вполне возможно, что слово «викинг» славяне стали произносить со своим суффиксом, и так получился «витязь». Так что, возможно, даже «викинг» и «витязь» — это однокорневые слова. Хотя происхождение слова «викинг» до сих пор очень дискуссионно, однако известно, что во время эпохи викингов, в эпоху викингов, это слово обозначалось в первую очередь того, кто сражался на море. Не торговал, а морского разбойника или просто разбойника. И даже было такое выражение «пойти викинги», значит, совершить военный поход ради добычи. И, в общем, конечно, это были люди не столько определенной национальности, сколько определенной профессии, так скажем, определенного рода занятий. Недаром их часто изображали такими воинственными людьми с дубиной, с мечом. Термин «викинг» употреблялся в скандинавских сагах для человека, который занимается грабительскими военными походами. Отношение современников к таким разбойникам было двояким. Например, в сагах можно найти такую строчку. Они провоевали в стране сагсов все лето и взяли хорошую добычу. Это был известный викинг, большой разбойник и злодей. То есть грабеж чужого населения считалось достойным деянием, а насилие над соплеменниками считалось нехорошей незаконной деятельностью. Таким образом, сами скандинавы в первую очередь называли викингами людей, которые жили за счет военной добычи. А как уж там это соотносилось с жизнью и достоинством чужих людей, это было не их дело. Западные же хроники рассматривали вот эти набеги как божью кару, прям так откровенно и писали. Русские летписи, что интересно, ничего не сообщают о подобных набегах. Так что к нам викинги или вареги приходили в основном с такими мирными довольно целями. И еще хочу отметить, понимать под викингом любого скандинава, жившего в 11-12 веках, наверное, все-таки некорректно. Потому что далеко не каждый ходил в набеги. Очень многие люди жили мирно, спокойно на норвежских, датских, шведских землях, занимаясь земледелием и скотоводчеством. Что касается проблемы викинги и Русь, мы можем довольно уверенно говорить о присутствии на территории Древней Руси скандинавов. Да, но вопрос о викингах на Руси требует более пристального внимания. То есть, конечно, к нам приезжали, нанимались на службу, но скандинавы, а отнюдь не морские разбойники. Наймом отдельных скандинавских дружин вообще защищали свои берега многие раннеевропейские средневековые государства. И у нас, безусловно, в Новгороде, а мы говорим о Новгороде, потому что это самый первый такой город русской государственности, у нас тоже, конечно, жили целые дружины скандинавов, причем даже имели родственников среди местных князей. Но они были не морские разбойники, они были наняты на службу дружинники витязи. Причины же экспансии викингов, ну вот, скажем, в основном морских разбойников, они вот именно так в основном и запомнились. Самые разные, мы сейчас об этих причинах не имеем возможности говорить. Но отмечу, что именно процесс, прогресс кораблестроения у скандинавов, очень искусных мореходов, сделал возможным их плавание по самым разным морям. Конечно, были и торговцы, но в первую очередь морские разбойники. Недаром в Европе их даже называли, был такой термин, «великая армия язычников». Они разоряли христианские монастыри, жестоко казнили местных королей, грабили и даже надолго захватывали чужие территории. Вот сейчас на следующем слайде вы видите схему походов викингов в Европе. Там они наводили действительно буквально просто ужас. Впервые викинги, кстати, появились под стенами Константинополя в 860 году, то есть в 9 век. В варяге, возможно, это и греческое слово «варахи», «варанхи», вот иногда так звучит, называли этих людей византийцей, причем довольно охотно нанимали их на службу в Секироносную гвардию императоров, так что по-гречески подобная охрана императоров звучала как «тахматон баранхион». Сами же викинги называли Константинополь миклогардом, вот, и хочу сказать, что, скорее всего, так же, как и к славянам, у них было к византийцам довольно почтительное отношение, они их не грабили, а служили. Так что, вот запомним, 860 год, викинги под стенами Константинополя, они находят очень быстро общий язык с византийскими императорами и вплоть до падения Константинополя служат там. Надо сказать, что наша Древняя Русь, вот, через два года буквально, кстати, еще не крещеная Русь, попала в орбиту таких же добрососедских отношений со скандинавами вслед за Константинополем, и уже в 862 году, то есть через два года после того, как под стенами Константинополя появились викинги, повесть временных лет пишет нам о том, что варяги были приглашены на княжение в Руссии, на Руссии основали нашу первую правящую династию, то есть через два года, 862 год, мы это запомним. А в этот же период викинги или норманы, как называли в Европе, устраивали страшные разбойные походы. В 885 году, например, огромный флот викингов осадил Париж, совсем уже, видите, другая форма взаимоотношений. И вот, собственно, этим норманам, в переводе это «северные люди», посвящен, например, такой памятник, который стоит сейчас в Рекьявике. Ну, Рекьявик – это северная территория, у них, конечно, свое отношение к норманам, а вот франки норманов страшно боялись. В 8-11 веках это действительно был бич божий для христиан, потому что норманы были язычники, франки уже были христианами, и норманами они называли всех без определенной этнической основы, просто называли так язычников с севера, описывали их как жадных, воинственных, выносливых, красноречивых, очень склонных к смешанию с чужеродным населением, то есть они охотно вступали в смешанные браки. И вот, надо сказать, в 9 веке датские и норвежские викинги под предводительством «Хрольда пешехода», у них у всех этих комангов, то есть местных царьков, были такие интересные прозвища, так же, как, собственно, и у нас, «Хрольд пешеход» оккупировал север Франции. И вот часть пришедших с ним викингов, Даны конкретно, племя Данов, осела на этом северном побережье и очень быстро признала вассальную зависимость от франков, приняла христианство, и французский король очень быстро сообразил, что тактика эта эффективна, набеги прекратились, потому что дружина северян защищала север Франции от набега своих же соотечественников. Они приняли христианство, вступили в смешанные браки, быстро растворились в местном населении, и вот, собственно, наверное, первым европейским королем, который нашел такой общий язык с викингами, был Карл Третий Простоватый, такое интересное прозвище, у французских королей там Пипин, короткий, Филипп красивый будет потом, так что здесь Карл Простоватый. И он даже отдал норманам земли в устье сены. Хрольф принял франкское имя Ролон, принял присягу королю, принес присягу, и стал первым герцогом нормандским. Вот, кстати, хочу вам показать знаменитый герб Нормандии. Мы с вами знаем там знаменитую эскадрилью Нормандии, но это будет все потом. А вот, пожалуйста, Нормандия, герб, свой собственный язык, своя неповторимая народность, потому что это выходцы из скандинавских стран, которые не только, вот видите, как-то получили себе в качестве новой родины север Франции, но потом в XI веке подчинили Южную Италию, Сицилию, основали там даже Сицилийское королевство. Вообще, надо сказать, что викинги, например, в X веке доходили даже до Кавказской Албании, города Берда, это нынешний Азербайджан, достигли берегов Северной Америки, и Лейф Эриксон около тысячного года основал даже свое первое поселение на территории Канады. Вообще считается, что в своем продвижении по новому континенту они дошли даже до Миннесоты. О том, что не Колумб, а викинги открыли Америку, сейчас уже об этом как бы никто не спорит. В 999 году святой Олаф, очень известный в Скандинавии человек, ему посвящены очень многие летописные зарисовки, вот он насильственно, естественно, насильственно обращает норвежцев в первую очередь в христианскую веру, поэтому вот он изображен, видите, с державой, с крестом. Это Колумб, который сделал из скандинавских народов христиан, во многом поменяв их менталитет. Надо сказать, что погиб он уже в преклонном возрасте, но оставался всегда воином, и вот это его смерти посвящена картине, которую вы сейчас видите. Надо сказать, что христианские Колумб после принятия новой веры очень часто искали защиты у родственников в Новгороде, потому что когда скандинавы стали христианами, их очень активно в Новгород приглашали. И вообще отмечаю, что на Русь они никогда не приходили с мечом, но не считая каких-то небольших стычек с местным населением в результате пьяных инцидентов, а наиболее крупный такой городской конфликт был при Ярославе Мудром. И надо сказать, что во второй новгородской летписи есть даже такой очень интересный рисунок. Женщина убивает варяга. Там действительно при Ярославе Мудром был очень сильный конфликт, ну, местного, так скажем, значения. При этом князе, который в скандинавских сагах проходит как конунг Яритслейв, а у нас Ярослав Мудрый, контингент скандинавов в Новгороде был очень большой, более тысячи человек. Сам Ярослав был женат на Ингегерде, скандинавской принцессе, которая у нас известна как святая правоверная княгиня Анна. Мы о ней довольно много говорили, потому что именно ее сын построил знаменитую Софию Новгородскую, и она рядом с сыном и нашла свое покоение в этом древнейшем русском православном храме. Но вот ее отец, норвежский король Харальд Суровый, какое-то время жил в Новгороде у своего зятя Ярослава, потом, после отъезда из Новгорода, чуть не захватил Англию. Надо сказать, что вообще прозвища у конунгов были, конечно, очень соответствующие. Эрик Кровавый Секиро или Харальд Суровый. Харальд, отец Анны, вообще был очень известным конунгом. Воевал он по всему Средиземноморью с отрядом 500 варягов. И ему посвящена целая сага из цикла «Круг земной», который даже рассказывает о ее службе в Константинополе, Миклогарде, где, кстати, он был брошен в темницу по обвинению в присвоении имущества императора. Затем бежал на Русь, а потом уже, ну, когда вот оставил свою дочь и зятя, отправился в свой дальний поход. К сожалению, он погиб в 1066 году в битве при Стамфорд-Бридже близ Йорка в Англии. То есть чуть было не завоевал Англию, но стрела, пущенная ему в горло, изменила ход событий. Правда, только на время. Потому что буквально через три дня на берегах Туманного Альбиона уже капитально высадился другой викинг, знаменитый Вильгельм Завоеватель. 14 октября произошла битва при Гастингсе. И вот после победы нормандского герцога, он уже шел как норманд с территории Франции, Вильгельм Завоевателем над последним англо-саксонским королем Гарольдом Готвинсоном. При прямой поддержке папы римского Александра III нормандский герцог становится королем Англии. Надо сказать, что, может быть, это одна из причин того, что англичане до сих пор как-то в таких не очень близких отношениях приятельских находятся с французами, потому что с территории Франции в лице бывших викингов, ставших нормандами, приходили вот такие завоеватели, приносили они уже французский язык, французскую культуру. Кстати, вы видите миниатюру XII века. И вот англо-нормандский диалект существовал в Англии до конца XIV века, на нем говорило знать, он был языком художественной литературы, правда, памятников осталось на этом языке немного. Но, во всяком случае, вот видите, скандинавы, а французившиеся даже основали династию королевскую в Англии. Вообще, вот этот год, 1066-й, когда погиб тесть Ярослава Мудрого, когда Вильгельм, завоеватель, завоевал Англию, является официальным как бы в истории годом окончания эпохи нормандских завоеваний. Но это связано, наверное, с одной стороны, с тем, что сокращалось местное население, с другой стороны, потому что население стало христианским, и как бы, в общем-то, уже грабительские походы очень осуждались. И надо сказать, что, приняв христианство, вчерашние викинги в начале XII века даже организовали свой собственный поход в Святую Землю. Шведский романтизм в начале XIX века возродил интерес к викингам, как свободолюбивым таким искателям приключений, даже тогда начались в Скандинавии раскопки. Образ викингов очень оказался востребован в Третьем Рейхе, где под викингами почему-то понимали северных германцев арийской расы, преимущественно, кстати, из скандинавских добровольцев была сформирована 5-я танковая дивизия СС, которая так и называлась «Викинг». Сегодня о викингах помнят, например, в таких музыкальных направлениях, как «Викинг-металл». Во многих странах на севере Европы проходят соответствующие фестивали, которые организуют клубы исторической реконструкции. Сейчас вы видите такой фестиваль, такую реконструкцию боя на территории городища Калп в Калининградской области. Но вообще, надо сказать, что, конечно, игра игрой, а на самом деле викинги, если говорить о действительно таких морских разбойниках, были людьми, которые совершали внезапные безжалостные набеги, проявляли в бою стойкость и ярость, и не случайно создали сами себе славу лучших воинов Европы 9-11 веков. В первую очередь, они, конечно, были, как я уже сказала, очень опытными судостроителями, создавали самые совершенные корабли в своей эпохе, что позволяло им совершать дерзкие набеги. В бой они ходили под стягом с изображением черного ворона. Это известность скандинавских саг. Вообще, надо сказать, что сейчас в Скандинавии довольно много музеев, посвященных кораблям-викингам. Сейчас вы видите макеты варяжских дракаров у берегов Ньюфаундлина. Хотя, сразу хочу сказать, это вообще были не только морские разбойники, но очень отважные мореплаватели, первооткрыватели, опытные торговцы. Вот на таких очень небольших корабликах они, как видите, совершали огромные путешествия. И корабль действительно для скандинавов был вторым домом, и часто настоящего дома и не было. А корабли они делали из дубовых досок, с железными заклепками, ходили под парусом, хотя на большинстве использовались, конечно, и весла. Известно несколько типов скандинавских кораблей. Вот я сейчас вам хочу показать музей дракара в городе Осло. Дракар – это боевой корабль. Вообще корабли были самые разные, от маленьких лодок до огромных боевых судов, где, в общем, использовалось до 100-150 грибцов. Самый большой корабль, вы сейчас видите, немаленький, длиной был около 28 метров, шириной 4,5 метров. Наиболее значимое решение в скандинавском обществе вообще, конечно, принимали воины, мужчины. Это их собрание называлось «Тинг» в Древней Руси. И, соответственно, это было Вече. Конунг, военный вождь, избирался из числа наиболее видных родов. Он был, в первую очередь, предводителем военной дружины. Это, конечно, был строй военной демократии. Конунг мог обладать земельным наделом, мог вести такой очень странствующий образ жизни, мог жить на корабле. У викингов в тот период была кровная месть. В общем, наиболее неистовые в бою воины носили почетные звания берсикеров. Они могли вызывать на поединок хольмганг менее опытных воинов, причинять им смерть либо увечья. В общем, действительно, скандинавы в тот период были в первую очередь воины. И в первую очередь, конечно, воины морские. Поэтому даже хоронить их принято было вместе с их ладьями. Вот сейчас вы видите картину художника Фрэнсиса Дикси, который так и называется «Похороны викинга». Но поскольку хранили их место с ладьями, археологи имеют неплохое представление о характеристиках древних кораблей. Как я уже сказала, есть специализированные музеи. Погребальный обряд у викингов был неразрывно связан с идеей корабля мертвых. Надо сказать, что довольно часто в начальный период сжигали викингов в знатном месте с кораблем, а потом уже стали насыпать курган. Что касается тактики вот этих самых морских разбойников, то она основывалась на внезапном приближении на кораблях с моря, очень быстрой высадке, нападении, грабеже и очень быстром отходе на своих кораблях. То есть вот внезапность и быстрота. Бороться с такими набегами можно было только с помощью летучих отрядов. И поэтому использование скандинавов-наемников, что в Европе, что у нас, в общем-то, было оптимально. И поэтому, поскольку в Европе стали для таких наемников выделять территории, то это закончилось тем, что они во Франции получили область Нормандия, в Англии область датского права, частичку в Ирландском королевстве. Но у нас, надо сказать, они земли не получили. Или можно сказать, что получили всю, потому что Рюрик основал целую династию, стал править всем древнерусским государством. Очень подробно вообще скандинавский наемник на Руси описан в саге, который называется «Прядь об Эймунде». Там рассказывается об отряде скандинавов, которые как раз нанялись князю Ярославу Мудрому. Вот сейчас я вам хочу показать рисунок из русской летписи. Таких рисунков очень много, которые посвящены варягам в тех или иных ипостасях. Хотя русские летписи упоминают о военной помощи варягов уже во времена, кстати, борьбы Владимира Красного Солнышка за власть. Но их очень много, еще раз повторяю, было в Новгороде при Ярославе. Договор о дружбе с таким отрядом подписывался обычно сроком на один год. В течение этого года наемная дружина обеспечивалась местом проживания, едой. Также им выплачивалась довольно хорошая сумма серебром, мехами или драгоценными тканями. Скандинавские саги видят Новгород, или, как они говорили, Хольмгард, городом крупным, воспринимая именно его, а не Киев, столицей Руси. И отправиться в Новгород с торговым предприятием или наняться на службу к русскому князю. Не воспринималось, как, скажем, набег на какую-то чужую территорию. Это считалось очень престижным, выгодным занятием. И вообще русская территория ни в одной саге не воспринимается, как территория для грабежа. Вот это очень интересно, да, в отличие от Европы. И более того, как я уже сказала, именно Новгород становится со временем для православных конунгов, очень часто убежищем, если у них на родине были какие-то сложности в борьбе за власть. Вообще проникновение викингов в финские земли, вот север нынешней территории России, началось где-то в первой половине восьмого века, как об этом свидетельствуют древнейшие слои города Старая Ладога. Это еще севернее, чем Новгород. Примерно в этот же период эти территории начинают заселять славяне. Но вот в отличие от Восточной Европы, викинги здесь не грабили территорию, а так их проникновение носило очень стабильный характер. Древнюю Русь, как я уже не раз говорила, викинги называли гардами или гардорикой. Вот сейчас еще раз хочу показать знаменитое полотно Рерих, которое так называется «Гости едут». Главным образом викингов, конечно, действительно интересовал в первую очередь речной путь из Варяг в Греки. Они стремились за восточными богатствами на восток. И, в общем-то, вдоль рек они обычно как бы и селились. И вот места таких скандинавских поселений археологи находят обычно на расстоянии нескольких километров от городских центров, где раньше жили славяне. И такие вот интересные поселения викингов найдены в Старой Ладоге, на Рериковом городище, о котором мы с вами говорили. На Волге это Сарское городище, на Днепре это знаменитые гнездовские курганы возле Смоленска. И знаменитый самый большой раскоп – это Шестовецкий археологический комплекс под Черниговым. Так что, видите, викинги спускались очень далеко. Мечтой викинга было доплыть до Константинополя, хотя это удавалось немногим. Они, во-первых, обгорали на солнце, они светловолосые. У них начиналась дезинтерия, и вот такие красные, истощенные, они ложились на дно корабля и считали, что они умирают. Вообще, надо сказать, что основной торговой артерией тогда был Днепр. И, в общем-то, вот под Днепром они как бы исплавлялись, очень часто оставались здесь жить навсегда, смешивались с местным населением. И, согласно нормандской теории, симбиозы пришлых варягов, которые, кстати, назывались русы, это племя такое было русы, вот эти русы смешались со славянским населением, с местными финограми, и так и получилась Киевская Русь во голове с Рюриковичами, с потомками князя или конунга Рюрика. Вообще, по-скандинавски звучит Рерик. Например, Рюрик Ютландский в свое время нанес на службу к францским правителям. Посол итальянского короля Византии в X веке, интересно, так описывая разгром флота Игоря Рюриковича, ну, а флот, конечно, это были корабли скандинавские, писал, в северных краях есть народ, который греки по его внешнему виду называют русиос, русые, да, а мы их называем норманами. То есть русые были скандинавы. Кстати, такие распространенные имена, как Олег или Ольга, так и переводятся, как светловолосые. Вот в заключение хочу вам показать слайд со знаменитым вещем Олегом. Это картина Васнецова. Вещи Олег на родине или по-скандинавски он бы звучал как Хельги, Олег Хельги или Отстрела. В 907 году совершил поход на Константинополь. Все знаете, что он поставил корабли на колеса, прибил щит к воротам Цорьграда. Его сын Игорь или Ингвар по-скандинавски тоже напал на Константинополь. Ну, потом мы заключили договор о дружбе с византийцами. Только почему-то мне непонятно, вот все эти походы называются походы Руси на Византию. На самом деле это были, конечно, походы тех скандинавов, которые уже проникли на территорию будущего русского государства и стали во главе управления. Ну, а, наверное, на сегодня все. Какие-то другие сложные, спорные вопросы мы с вами обсудим в нашей следующей лекции. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...